всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир с катя мирошниченко это значит мы будем сегодня делать дизайн сегодня будет быстро нарисованная абстракция но чтобы в рамках салона это было очень быстро я все равно предлагаю вам сделать не от начала до конца полностью ручную работу а сделать все-таки со вспомогательным материалом который мы сделаем виде подмалевка перед росписью и уже в самом конце мы будем заканчивать все это ручной работы и под абстракцию нужно взять какие-то разводы пятна кляксы да потому что абстракция это как правило что-то беспредметное нет какой-то конкретики вот я очень долго думала чем бы себе помочь чтобы в конце уже эти линии абстрактные которые буду вручную рисовать смотрелись красиво и наполнено для чтобы композиция была не пустая и я для вас приготовила покажу какие варианты здесь один вариант очень нежный светлый один вот такой контрастный конечно вариант очень нравится но мы начнем не с него мы сейчас немножко с другого варианта начнем вот такой сегодня будем абстракцию рисовать дырки я их называю да и вариант вот такой реснички вот один такой более темный контрастный второй вариант более нежный и там и там есть роспись она будет нас идти уже в конце сверху финиша но чтобы себе хоть чуть-чуть помочь сэкономить время да я вам предлагаю делать сначала подмалевок из фона такой чтобы мы с вами могли это очень быстро все повторять какие цвета сегодня выбрала сегодня работают только голубыми цветами смотрите для одного градиента я предлагаю взять 473 и 487 очень красивых два оттенка один просто голубой второй прям такой вот бирюзовый и один выбеленный небесный голубой и вот такой вот небесный шиммерный наверно самый великолепный оттенок из всех голубых которые у нас есть так и делаем очень быстрый вариант с переходом с градиентом начнем с вами вот с такого яркого варианта здесь переход не совсем и виден но можно сейчас например вариант попробовать сделать чтобы подмалевка абстракции не было в таком количестве что все-таки градиент читался что я два цвета использую ну по-любому делать надо в два слоя на что наверно самый популярный оттенок 487 за последнее время у меня красивый очень цвет первый слой можно сделать на скорую руку суши а для второго образца там градиент чуть попроще потому что идет полупрозрачный средний цвет мы его будем делать сначала по мокрому а потом по сухому поэтому сначала по мокрому первый цвет второй эмалевый сейчас вы видите что ручная роспись она может быть очень быстро на самом деле я сегодня не буду долго делать эфир чтобы специально вы убедились что делать ручную роспись можно если помочь немножко себе с фоном слушаем то что многие мечтают о том чтобы клиентам рисовать да многие из вас в принципе в профессию пришли потому что в маникюре есть этап как декоративное покрытие я например поэтому в профессию мастера маникюра пришла в свое время не из-за того что я любила делать маникюр или коррекции или наращивания нет я обожала всегда ждала вот этот последний этап когда уже коррекция сделана маникюр готов и я начинала творить я только ради этого работала мастером маникюра столько лет я помню обязательно в конце сделать фотографию тогда это не телефоны были у меня специальный фотоаппарат я ради этого купила чтобы фотографировать руки моих клиентов представляете чтобы сейчас мастер маникюра купил фотоаппарат специально сейчас слава богу видите у нас два в одном у нас и телефон и фотоаппарат здесь второй слой чистом виде берете вот этот свет триста семь триста сорок седьмой и по сухому все сделали прям сильно не заходим на пастельный и возвращаемся к нашей абстракции чтобы нам чуть-чуть себе помочь я предлагаю сделать какие-то пятна из чего-то я долго думала чего бы туда наляпать и решила взять просто слайдер слайдер много времени не затрачивает от вас но зато мне не надо вручную эти разводы рисовать мне не надо вручную делать фольгу да тоже я тоже определенный слой нужно нанести вот поэтому я что делаю я возьму давайте вот такой небольшой кусочек есть как раз красивый развод здесь такая композиция более переполненная а мы сейчас сделаем к этому типсу пару и сделаем более пустой по наполнению hips этот видите такой прям переполненный мы сейчас делаем более пустой так ну понятно чтобы наклеить слайдер нам нужно нанести топ слайдер до этот топ который дает прикольную липкость на которую отлично приклеиваются слайдеры на водной основе 30 секунд в лампе нам еще с вами понадобится хочу дополнительно еще усложнить подмалевок поэтому я возьму беленький гель-лак стрижка огонь девочки блин да меня коротко подстригли а теперь хожу страдаю меня троллит мой муж все мои дети но не ржут сми так по из гель но это я как-то видимо некорректно своему стилисту по волосам объяснила какая мне нужно я пришла с 3 часа мне нужно была короткая длина ну как бы покороче а получилось конкретно коротко так разбавили так вы сейчас уловили вот этот момент что я разбавила я сейчас белый разбавила с бейс гелем будьте внимательны да я просто чтобы время не терять я же хочу сегодня по-быстрому показать ну вот так вот кусочек вот здесь дальше все манипуляции ультрабонт все как положено дальше мы берем топ слайдер наносим небольшим слоем можно не везде только там где вот не хочется смотрите вот прям жирно не надо даже прохожу сейчас снимаю излишки теперь набираю на кисточку вот этот базовый гель разбавленный опять вот это можно было бы не добавлять но будет чуть-чуть интереснее абстракция если у меня появится вот еще дополнительные разводы можно было еще меньше нанести топ слайдера мне кажется многовато его нанесла когда его много она они не так тонут так добавили сейчас подождем чуть-чуть все в принципе наш фон готов практически что я добавлю я предлагаю сделать тень контрастную тоже взять какой-нибудь прозрачный гель-лак взять черный гель-лак черную краску и вот здесь вот по границе добавить опять же мы с вами создаем подмалевок понимаете подмалевок чем сложнее сделайте подмалевок тем интереснее во первых получится абстракция и тем меньше вам надо будет заморачиваться с работой по ручной росписи да вот она будет сейчас эта роспись но ее будет совсем немножко все сделали подмалевок и теперь перекрываем все финальным слоем сегодня я работаю с т-классом виде финиша все перекрыли финишем глянцевым можно было для матовым ну здесь конкретно я стала работать именно глянцевым сушим и всю уже ручную работу я предлагаю делать не гель-лаком а взять краску гелевую без липкости импасту это очень густой продукт вот прям вот ну настолько густой разные цвета кстати по-разному наверное самый жидкий может быть желтый маджента самый густой наверное это белый цвет импасты и начинаем уже прорисовку с вами я называю это реснички когда есть подмалевок понимаете абстракцию легче рисовать потому что есть на что сориентироваться да мы ориентируемся на то что у нас ли держит на фоне и начинаем это просто прорисовывать так и начинаем эти на кисточку как на иголочку набираете им пасту и каждый раз и добираете вот я иду например подчеркиваю просто вот этот контур видите когда есть учеб водить в этой абстракции она интереснее получается особенно вот кто не художники вам иногда очень сложно сделать эти линии такими интересными да а здесь вот она получается сама свете перри за той линии начинаем доставать реснички это может быть Продолжение следует... Импаста густая краска. У нас даже базовый курс на ней проходит, несмотря на то, что с одной стороны начинающим может быть сложно с густой краской справиться, но если правильно подобрана кисть, а у нас под эту кисть 10 лет продается одна и та же кисточка, за 10 лет у нас не поменялась, она бывает там по толщине, по диаметру меняется, но принцип один. Она сделана из такой достаточно твердой синтетики. Например, гель-лаком рисовать этой кисточкой не всегда удобно, потому что эта кисть просто идеально подходит для краски гелевой и особенно для импасты. Видите, я каждый раз возвращаюсь, на кисточку не давлю, если линия не ведется, значит недостаточно краски на кончике, поэтому просто возвращаемся и добавляем краску. Все, сушим в лампе, чтобы исчезла полностью остаточная липкость. Как раз две пары, я здесь вот этот вариант делала с коричневым, но мне не очень понравилось, поэтому я решила сделать с белым. Вот один ноготочек такой более полный, а второй ноготочек более пустой. Опять же, почему по-разному получается? Потому что здесь я выбрала другие элементы со слайдера, здесь их аж два, я вот раз-два наклила, здесь больше белого, здесь меньше. И давайте второй сделаем более минималистичный вариант. Вот он более нежненький. Здесь мы поработаем также с матовой поверхностью. Посмотрите, как краска, линия будет рисовать по матовому топу, там тоже есть свои особенности. Я всегда вспоминаю один комментарий о девочке одной. Ой, у нас же уже есть. И она как-то сказала, говорит, наконец-то я поняла, почему у меня не получилось с первого раза работать вашей краской, гелевой эмпастой. Она когда купила уже нашу кисточку 5 дробь 0, она говорит, я поняла, что было не то, говорит, я брала не те кисточки. Клонок, синтетика мягкая, серая вот особенно бывает, белка, эти все кисточки, вот такой состав не подходит. Важно брать вот такую темную синтетику, она более грубая, работает как иголочка и конкретно подходит под эту консистенцию. Здесь мы с вами создадим подмалевок другим способом, это будут только шармиконы, но опять же они нам как дополнение будут идти, от чего мы оттолкнемся и сделаем линии уже наши ручные. И так как это шармиконы, это уже не топ-слайдер, а теклос. А это уже теклос и ровно 2 минуты. Так, а здесь я предлагаю взять вот такие червячки, я их очень часто беру в последнее время, как основу под абстракции. Я много разных абстракций показывала с этими червячками, вот видите, это номер у нас 248, это номер 248. Берем в хаотичном порядке, как ляжет, здесь вот как раз еще раз хорошо, вам не надо ломать голову, какую потом будете вырисовать линию, потому что вы будете отталкиваться от того, что получилось из шармиконов. Так, снимайте их очень нежно, потому что клеятся они офигенно, как раз своей тонкости. Ну, есть вот этот момент, что из-за того, что они очень тонкие, снимать иногда не получается, особенно когда торопишься аккуратно. Бывает, что вы рвете их. Вот, и делаем такое движение. Вот. Ой. Сейчас вот так соединим. Соединили. Это как раз будущая основа для моей росписи, мне не надо будет голову ломать. Дальше предлагаю очень классный шармикон есть, который содержит птички и перья. Очень классная тема. Я здесь вот клеила, смотрите, ласточка плюс текст. Что-то мне сегодня как-то с фокусом проблематично. Во. Видно, какие ласточки милашные? Это же есть здесь с перышками тема. Вот можно что-то подобрать. Сейчас очень модные татуировки. Сейчас молодежь вся набивает себе татуировки с ласточками, с перьями. Особенно на запястьях рук, на горле, ключицы. Так, ну я предлагаю вот так сделать. Все сделали. Все. И делаем и матовый фон частично, и глянцевый. Так, лучше сначала пройтись матовым топом, потому что мы сейчас по-любому залезем на этот шармикон, и он уже не будет так... Ой, пора... Подождите, я же сама главное забыла сделать. Так, прошу прощения. Сейчас я предлагаю добавить... Вот мы черную тень добавляли, да? А я предлагаю вот здесь добавить беленьким тень. Смотрите, вот сюда, вот сюда. Вот прям чуть-чуть добавить. Там у нас был черный, а здесь мы делаем белый. Сушим. Как проходит отбор на бесплатный инструкторский курс. У нас такого нету. Почему-то он должен быть бесплатным. Так. Матовая как раз вот эта поверхность у нас будет. Как раз сейчас посмотрите, как работать эмпастой по матовой поверхности. Все, сделали отбивку матовым. И проще потом вот уже нанести глянцевый топ. Проще уже нанести глянцевый топ. Я обязательно контролирую себя, чтобы вот здесь, где шермикон у меня стал матовый из-за матового топа. Я его еще раз дублирую, и он опять начинает блестеть. Все. И вот теперь мы берем уже эмпасту. Белый рафинат. У меня, правда, упаковка старая. White rafinat. Эмпаста. Белый рафинат. Смотрите. Эмпаста густая. Эмпаста густая. И, возможно, особенно новеньким, начинающим, кто только, например, проходит у нас курс азбука линий. Потому что, например, во все наши пакеты базовый курс топ-мастер, где маникюр, педикюр, наращивание. Обязательно всегда есть несколько курсов по дизайну у вас. Азбука линий там практически всегда входит в состав любого пакета. И если взять всю нашу азбуку линию, она в основном вся записана на эмпасте. И вот если начинающий мастер, да, вот прям чувствуете, ну густая, не можете справиться. Что делаете? Есть такой лайфхак очень хороший. Прям запомните. Вы берете Т-класс. Т-класс классно подходит, если нужно чуть-чуть сделать эмпасточку пожиже. Смотрите. Разводите. Только я рекомендую прям чуть-чуть добавлять. Все. И сделали чуть пожиже. Кто девчонки только-только отучился на мастера маникюра, и вам нужно, например, художественную роспись пройти нашу. Вот. Я не люблю разбавленную. Я люблю вот как она есть. Смотрите. Она очень пастозная. Но когда вы ее из баночки достали, выложите на палитру и вот чуть-чуть размешаете. И она превратится в более однородную поверхность. Потому что если будете тыкать кисточкой в банку, ну так себе история. Набираться будет по-дурацки. Нехорошо. А здесь важно, смотрите, кисть чистая. Кисть чистая. И я начинаю как на иголочку набирать такой маленький шарик. Все. И поехали делать линию. Еще раз. Каждый раз нужно набирать по новой краску. Я не давлю. Я, грубо говоря, снимаю краску с кисточки. И если краска закончилась, я просто набираю свеженькую и опять рисую. Зато начинающим чем хороша им паста? Пусть она густая, конечно, сложновато привыкнуть. Зато она у вас не потечет. Вы будете рисовать, я не знаю, час один элемент на типсе. Она у вас будет стоять на месте. Понимаете? Вот, ну, как я и говорила. Видите, когда есть какой-то подмалевок из чего-то, да? Вот здесь мы с вами взяли шармикончик. Это как для нас ориентир такой. Для будущей линии. Потому что иногда, вот знаете, сложно сделать интересный какой-то изгиб у линии. Дальше по матовой поверхности я сейчас рисую. По ней сложнее рисовать. Потому что плохо скользит кисть. Здесь просто пожелать вам чаще набирать свежую краску на поверхность ворсы кисточки. И не давите. Вот смотрите, как бы не хотелось надавить. Если не рисуют кисть, значит там мало краски. Вернитесь, наберите. Смотрите. Смотрите, она прям таким кантиком ложится. Особенно на матовой поверхности. Хотя на самом деле толщина невысокая. Только кажется, что она высокая. Это обман зрения. Во-первых, камера сейчас увеличила в типсе не в натуральный размер, а там в 10 раз больше. Ну и плюс камера всегда расширяет и увеличивает. Почему актрис берут строго в размере XXS? XXS, потому что они на экране выглядят в размере M. А если вы будете брать модель M, размера M, как правило, такие актрисы чуть-чуть так прям покрупнее выглядят. Громоздко. Они уже смотрятся, как будто актриса в размере L. Вот я, кстати, этого не знала. Это мне как-то... Один оператор рассказал такую тему. Почему вот актрис, когда мы видим вживую, они настолько мелкие все, малюсенькие. Актеры почему такие мелкорослики все? Вот это мои любимые линии. Я говорю, если человек научится рисовать дырки, вот такие соединяющие линии, все, он сможет рисовать все. Поэтому у нас в базовом курсе дырки вот такие обязательно есть. Можно, кстати, знаете, что добавить? Здесь, например... Такая мелочь. Ну, прикольно. Сушим. У нас получилась с вами вот такая композиция. Здесь роспись мы с вами сделали белой импастой. Можно было бы, конечно, вручную нарисовать эти перья, отпечатать фольгу. Вот эту линию нарисовать, отпечатать фольгу, да. Там надписи даже попробовать сделать. Ну, это все тоже имеет место быть. Но не всегда сейчас в рамках именно обслуживания в салоне у нас есть время сделать дизайн вручную от начала до конца. Поэтому я всегда... Смотрите на декорации. Сначала что-то сделали из декораций. Они очень наполняют компоновку. И в конце закончили уже росписью. Вот, надеюсь, понятна моя идея, да, как сэкономить время и почему стоит экономить время. Потому что многие мы сюда пришли, в эту профессию, потому что есть такая вещь, как дизайн, да, как декоративное покрытие. Хочется взять кисточку, порисовать, творческий процесс вкусить. Но не всегда есть время это делать на клиентах. Поэтому это можно делать и нужно делать. Просто выбирайте совмещенные техники, росписи, когда вначале идут декоративные материалы, а потом уже худ роспись. Вот, надеюсь, все было понятно. Всем пока-пока!